МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Область с рабочим визитом посетил первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан. Роман Скляр побывал на социально значимых объектах, ознакомился с ходом строительства домов в микрорайоне Берлик. Экоактивисты очистили от мусора территорию Мещанского леса. В республиканской акции ТАЗА «Казахстан» принял участие глава региона ГУС Мрухамветов. Стала известна судьба колледжа Североказахстанского университета. Управление образования и руководство учебного заведения провели переговоры с учредителем. Подробнее о выпуске. В Североказахстанской области с рабочим визитом побывал первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан. Роман Скляр совершил объезд по социально значимым объектам Петропавловска. Первым делом он посетил новый микрорайон Берлик. Ознакомился с ходом его застройки. Здесь будут проведены работы по благоустройству. Более 70 тысяч квадратных метров будет благоустроено. Помимо этого уже ведется и уже реализованы проекты по строительству детских спортивных площадок на данной территории. 400 домов в Берлике спроектировал производственно-строительный холдинг «Шар Курылыс» из Астаны. У компании имеется собственный домостроительный комбинат «Джи-Ли-Би». «Шар Курылыс» всегда принимает активное участие в реализации государственных программ по жилищному строительству. Этот проект мы сделали буквально в течение 7 дней. Изготовили его. И проекту приступили 23 мая. Первые дома уже мы 5 июня привезли. И на сегодняшний день уже первые 53 дома уже находятся здесь. Трехслойные панели. Это последние технологии, вообще инновационные технологии. То есть они уже сразу с закрытым контуром, утепленные. То есть идет несущий каркас. Внутри утепление 13 сантиметров. И снаружи 8 сантиметров. Идет облицовочный бетон. Мы сейчас вышли на мощность, получается, 4 дома в день. Изготавливаем там. Да, это на заводе. Собираем один дом, получается. Один дом собираем за 5 часов. Здесь сборка идет. Потому что все готовое. Внутри все проложено, все на заводе. Кабель-каналы, электричество, вентиляция. Все проложено на заводе. Мы здесь только приходим и собираем. Затем Роман Скляр проинспектировал строительство комфортной школы на 600 мест в микрорайоне Орман. Учебное заведение планируют сдать уже к 1 сентября текущего года. На сегодняшний день будутся внутренние отделочные работы, фасадные работы, кровля. И начатые работы по блокустройству. За школой у нас спортивная площадка. Сейчас ведутся работы по блокустройству. На территории ТЭЦ-2 Роман Скляр побывал на месте строительства новой дымовой трубы. К возведению ствола планируют приступить 1 августа. Также на теплоэлектроцентрале идет реконструкция котлоагрегата номер 2, капитальный ремонт котлоагрегата номер 1 и турбоагрегата номер 3. В целом на ремонтные работы выделено порядка 20 миллиардов тенге. По котельному цеху у нас в работе 5 котлоагрегатов. 5 котлоагрегатов также в резерве. Один в плановом ремонте, один на реконструкции. По трубинному цеху у нас одна трубина в плановом ремонте, это третья. Остальные трубины все в работе. По электроцеху у нас по линиям 220, 110, 35 схема фиксирована. В ремонте линии нет. В подтопленных микрорайонах продолжается работа механизированных бригад. Роман Скляр побывал в поселке Кожевином. Встретился с хозяином одного из восстанавливаемых домов. Ведется реконструкция насосной станции первого подъема на реке Исиль. К работам приступили в прошлом месяце. Закончить планируют в октябре. Предварительная стоимость составляет 3,5 миллиарда тенге. Валерия Филатова, Александр Янсен, МТРК. В регионе активно продолжает свою работу республиканская акция «Таза Казахстан». На этот раз убирали территорию Мещанского леса. Приняли участие в субботнике порядка трех тысяч горожан. Представители организаций, активисты и глава региона ГАОЭС Нурмухамбетов. В рамках этой акции каждую неделю практически, каждую субботу проводятся субботники. Сегодня не только в областном центре проводятся эти мероприятия. Сегодня проводятся полностью по нашей североказахстанской области. Очищаются наши скверы, бульвары, выделяются денежные средства для очистки. И самая главная экологическая акция «Таза Казахстан» позволяет сегодня и призывает людей от чистоте своего дома, от чистоте своей территории, там, где человек живет. Вы же знаете, сегодня, наверное, чисто не там, где убирают, а, наверное, чисто там, где не ссорят. Поэтому, конечно, это сегодня и дисциплинирует людей. Мы своим примером госслужащие, бизнес, простые горожане своим примером показываем, что тот дом, где мы живем, мы должны его содержать в чистоте. Помимо субботников, в области активно ведутся восстановительные работы после паводка, добавил первый руководитель региона. Борьба со стихией сплотила местных жителей. Общими силами наводят порядок как в общественных местах, так и на частных территориях. Среди активистов – представители городского совета ветеранов. Такие акции, конечно, все члены городского совета ветеранов. Никогда мы не пропускаем такие акции, потому что участвуем везде. И посадка деревьев, уборка территории, и воспитание молодежи, и так далее, и так далее. Ну, мое мнение, конечно, эти акции надо проводить, надо, но со знанием молодежи, людей тоже очень много заниматься надо, потому что в некоторых местах, где мы убираем, через 2-3 месяца опять появляется мусор. Особенно в этих остановках, много окурков оставляют люди, молодежи. То есть все это воспитание, еще нам много-много предстоит работу вести. Это надо начинать, конечно, из детских садов, из дворовых территорий, из семьи, естественно. Если тогда каждый будет осознанно действие свое осмыслить, и не будет мусором бросать везде, тогда у нас будет чистый город, чистая территория. И даже Казахстан, я считаю, будет самой цветущей страной. В области с начала акции «Таза. Казахстан» участие приняли порядка 150 тысяч североказахстанцев. Александра Рудина, Мадина Каби, Александр Янсен, МТРК. Елена Волырина – жительница Кожевиного поселка. 9 лет назад семья построила двухэтажный дом. Во время паводка полностью затопила первый этаж. Согласно сметной документации, ремонт оценили в 8,5 миллионов тенге. Последствия паводка помогают устранять Волыринам рабочие из района Шалакына. «Работают с утра, приходят очень рано, заканчивают уже, когда закат практически, и безостановочно, единственное, на обед отлучится, и все. Мы проживаем здесь с семьей, у нас сейчас семь человек, двое пожилых родителей, трое детей, ну и я с мужем. Живем мы на втором этаже, потому что, как бы, уже снимать это очень дорого на нашу большую семью, да и дома есть дома, все равно все под контролем». За бригадой закреплены два микрорайона – Кожевины и Кирпичины. В составе у микрбригады района Шалакына 40 человек. На вооружении у них 10 единиц спецтехники. Работают на 142 объектах. «Из которых 89 наших техобследований посчитало, что они аварийные. Из 89 на сегодняшний день 65 мы уже снесли и вывезли мусор. Мусором порядка 17, больше 17 тысяч тонн. 28 собственников пожелали сами отремонтировать. 22 дома, в 22 домах работы ведут наши механизированные бригады». Работы по устранению последствий паводка завершаются. 1 августа должны все сдать. На все дома мехбригады дают два года гарантии. Камила Карим, Олег Косинов, МТРК. С начала года для обеспечения безопасности детей прокуроры провели ряд проверок во всех дошкольных и средних образовательных учреждениях. Были выявлены грубые нарушения прав и интересов несовершеннолетних, несоблюдение законодательных требований по санитарии, пожарной, информационной и антитеррористической безопасности. В связи с этим наказаны 147 должностных лиц организации образования. 316 понесли административную ответственность. Помимо этого, было начато два досудебных расследования по факту хищения 43 миллионов тенге бюджетных средств, из которых 10 миллионов тенге возвращено в бюджет. В целом принято решение о подготовке дорожной карты с указанием мер по устранению нарушений и сроков реализации. Все выявленные недостатки планируется устранить до начала учебного года. В июне полицейские выявили факт осуществления незаконной трудовой деятельности на территории Жамбылского района. Пятеро граждан Республики Узбекистан, не имея разрешения на работу, занимались трудовой деятельностью на строящемся объекте. В результате к административной ответственности привлекли иностранцев и их работодателя. Решением суда всех пятерых гастарбайтеров выдворили за пределы страны. За шесть месяцев за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечен 201 иностранец, а также 38 работодателей. За проживание без регистрации либо документов более пяти тысяч граждан. Выдворено из страны 57 иностранцев. В спецсоне в течение двух дней полицейские менеджеры вели прием граждан и отвечали на вопросы в прямом эфире. Регистрация автотранспорта, выдача водительских удостоверений, уплата штрафов – таковы основные темы республиканской акции «Приемная на дороге». Так, житель одного из районов области получил консультацию напрямую от начальника административной полиции. Мужчине необходимо внести корректировку в документы. Полицейские оперативно помогли сельчанину, предоставив ему образец заявления и разъяснили алгоритм дальнейших действий. Только за полдня посредством живого и онлайн общения обратились свыше 30 человек. Порядка 30-40 вопросов поступило. Основные вопросы – это касающиеся именно получения водительских прав, категории получения, как надо обучаться, либо можно обучиться ее самому и просто сдать экзамены. Это изменение законодательства, по изменению законодательства, именно по оформлению автомашин. Часто задаваем вопросы к договору купли-продажи, обязательно должны регистрироваться все в нотариусе. Мы довели до населения, что данные договора можно получить даже если имеется электронная подпись, не обязательно пользоваться услугами нотариуса, либо по приложению банка второго уровня. Это КАСПИ, Народный банк, по QR-коду они могут зарегистрировать данные договора купли-продажи. Вместе с административными полицейскими активное участие в общении с сетевой аудиторией приняли руководители и сотрудники областного филиала некоммерческого акционерного общества Государственная корпорация правительства для граждан. На все поступившие обращения были даны подробные ответы. Те, кто не успел задать вопросы, каждый может позвонить в контакт-центр 32 00 19 32 00 22. Очередной этап акции приемной на дороге запланирован на 16 и 17 августа. Анна Куликова при содействии Пресс-службы областного департамента полиции. С 20 июля началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, которое продлится до 10 августа. Передает Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Регистрация желающих принять участие в тестировании проводилась с 1 июня по 8 июля. В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано около 42 тысяч заявлений. Наибольшее количество заявок поступило по направлениям педагогические науки, инженерные обрабатывающие строительные отрасли, бизнес-управление и право. Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате. И состоит из трех блоков – тест по иностранному языку, на определение готовности к обучению и по профилю группы образовательных программ. Пороговый балл – 75 баллов. Для обучения в магистратуре в 2024 году выделено около 13 тысяч грантов. Гранты для обучения о подготовке кадров выделяются по востребованным направлениям. Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 15 августа. А список обладателей грантов будет обубликован до 25 августа. Зачисление будущих магистрантов завершится до 28 августа. Несколько недель назад социальные сети и городские чаты взволновала новость о внезапном закрытии колледжа Северказахстанского университета. Как нам сообщили ранее, причиной стала нерентабельность учебного заведения. Здесь обучаются более 300 человек по шести специальностям. Возможное закрытие колледжа вызвало волну возмущения среди родителей. Сегодня стало известно, что в новом учебном году студенты продолжат получать образование. Руководство областного управления образования провело переговоры с учредителем колледжа. Результат положительный. Принято решение о сохранении статуса и контингента учащихся на предстоящий 2024-2025 учебный год. Это будет лично на моем контроле. Каждый студент доучится и получит свой диплом. Мы не допустим, чтобы в течение учебного года, в середине учебного года какие-то учебные заведения закрывались. Анализ проводили. Ранее на коммерческой основе училось порядка 500 детей. На сегодняшний день все меньше, меньше, меньше. Я думаю, сейчас мы этот вопрос уже регулировали именно со статусом колледжа. Дальше будем работать. В прошлые выходные, спустя 25 лет после выпуска, встретились однокурсники группы ФФК Североказахстанского университета имени Монаша Козыбаева. Вместе со своим куратором Ларисой Русановой они вспомнили студенческие годы и прошлись по местам, где провели свою молодость. Встречу начали с пробежки на дистанцию 5 километров по улице Конституции Казахстана. В силу того, что они заканчивали специальность физическая культура и волеология за здоровый образ жизни, они стараются все поддерживать себя в достаточно хорошей форме. Начинаем с пробежки, присоединились к мероприятию, которое ребята проводят. Потом у нас прогулка по родному городу. Одногруппники прошлись по самой главной улице города – улице Конституции Казахстана. Не валяем дурака! Не валяем дурака! А девиз у нас такой! А девиз у нас такой! Больше делаем меньше слов! Больше делаем меньше слов! ВФК! ВФК! Прошла уже четверть века, но несмотря на годы, многие остаются в строю. Тренируются, стараются поддерживать хорошую спортивную форму. Собралось порядка 15 человек. Специально приехали из разных городов Казахстана, России и Германии. Многие из них до сих пор связаны со спортом. Олег Воронов живет в Германии. Работает в школе. Говорит, там удивляются его методики обучения детей. Учу немецких детей по советской системе. В общем, они восхищены. Маленько строго, потому что в Германии больше на улыбки. Какой ты молодец какой-то. А у нас система разминка, пробежка. Потом только начинаем учить что-то. В общем, разные две школы. Немецкая и наша. Готовились к этому мероприятию очень долго. Набирали форму. Сбросили килограммы, чтобы именно встретиться со своими друзьями. Я очень долго здесь не был на родине. В общем, наслаждаюсь этим моментом. Как можно человеческие чувства мне захлыстывают именно сегодня быть на этом месте. Степан Костылев проживает в Петропавловске. Работает учителем физической культуры в детском саду. На встрече вспоминает много приятных моментов со студенческих времен. Вернулись в ту атмосферу далеких 95-99 годов. Пробежали 5 километров по нашим локациям студенческим, где мы бегали, будучи студентами, спортсменами. Сегодня мы вспоминаем эти юные годы. Одни из самых счастливых в жизни. После прогулки все отправились в родной университет. Там провели небольшую тренировку и, конечно же, встретились с преподавателями. Чуть изменились. Немножко кому-то поседина посеребрила виски. У кого-то чуть добавились морщинок. Но это не главное. Главное, что вы в душе всегда молоды и молодцы. 25 лет, четверть века прошло, как вы закончили этот вуз. Наш факультет родной. И собраться в таком количестве – респект вам огромный. Северо-Казахстанский университет имени Монаша Кузыбаева и сейчас продолжает набор абитуриентов на специальности физическая культура и спорт и физическая культура и начальная военная подготовка на бакалавриат и магистратуру. 12-14 августа пройдет дополнительный творческий экзамен по данной специальности. Поэтому для тех школьников, бывших, вчерашних школьников, кто желает поступить, у нас есть такая возможность. Юбилейную встречу выпускники проводят во второй раз. Валерия Сиваш, Вадим Мударисов, МТРК. Коллектив ансамбля «РБ» сквернулся с тремя золотыми медалями из северной столицы России. На фестивале «Планета искусств» ребята завоевали три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей. Показали 15 номеров. Один из них «Назад в будущее», который вызывает у зрителей чувство ностальгии. Это история, которую мы знаем. То есть кажется то, что вчера мы читали в книжках и не могли прикоснуться к этому. Сегодня, гуляя по улицам Питера, мы видим воочию и последнее пристанище Некрасова, и лицей Пушкина. Конкурс «Планета искусств» состоял из разных номинаций, конечно же, и классический народный танец, эстрадный, современные уличные направления. Мы представляли себя в эстрадном, современных уличных направлениях. Участие в фестивале приняли около 600 человек. Порядка ста из них приехали из Петропавловска. Виолетта Крутикова занимается танцами 16 лет. Кружок ее привела мама. Говорит, сначала заниматься не хотела, но благодаря преподавателю влюбилась в искусство танца. В Санкт-Петербурге выступала в четырех номерах. Некоторые выступления готовились с прошлого лета. Мой путь здесь начался достаточно неожиданно. Меня впервые привела мама в 4 года через истерику, слезы, крики. Я не хотела идти, но после я поняла, что это действительно мое. Это то, что мне очень нравится, то, что придает мне сил, энергии и дает возможность самореализоваться. Сам конкурс был организован очень хорошо. Большой плюс организаторам за то, что для каждого коллектива, для каждого ансамбля будут выделены отдельные места для переодевания, гримерки. Через пару дней ансамбль завершит свой 21 сезон. Планируется отчетный концерт. Уже много лет Татьяна Кравченко воспитывает юных танцоров и делает из них настоящих профессионалов. Сейчас в коллективе занимается почти 400 человек разного возраста от 4 и до 20 лет. Сезон прошел невероятно хорошо. В принципе, как всегда, у нас не бывает как-то ровно. Мы всегда стремимся, чтобы в течение учебного года дети принимали участие в различных конкурсах. В этом году их тоже было немалое количество и в городе Петропавловске, и в Астане мы принимали. Плюс у нас было два больших отчетника при полном аншлаге в конце мая. Поэтому у нас всегда очень насыщенные будни, рабочие. Сейчас немножко отдохнем и с сентября с новыми идеями борьемся в новый сезон. Ансамбль впервые посещает масштабный фестиваль в другой стране. Стоит отметить, что они были единственными представителями зарубежья. До этого ездили по городам Казахстана. В следующем году планируют выступить в Грузии. Валерия Сиваш, Александр Янцен, МТРК. В выходные на берегу озера Пестрова прошел фестиваль «Жастар Пикник-2024». Организаторы, активисты областного гражданского альянса провели его на свежем воздухе с яркой программой. Так решили отметить волонтеров, которые помогали во время паводка пострадавшим жителям. Двери фестиваля были открыты для всех жителей и гостей области. Их ждали трансформационные игры, музыкальная, развлекательная программа, подкасты и многое другое. Недалеко от сцены развернулись мастер-классы по макроме, свечеварению, сборке букетов и сухоцветов. Алена Лепехина около 10 лет занимается флористикой. Цветы, которые пропитаны глицерином, сухоцветы. Я собираю композиции и букеты. Показываю, как работать с моими цветами, как собирать композиции, творить своими руками. Это всегда прекрасно. Мастер-класс по сборке букетов и сухоцветов прошла юная Тамири Сайлау. Впервые занималась такой подделкой и получила массу эмоций. Такие вот цветы, то есть они не вянут, а стоят год и более. Ну, было интересно, как бы увлекательно. Ну, в общем, мне понравилось. 20 волонтеров, которые помогали пострадавшим от паводка, наградили ценными призами. По словам организаторов, такой формат проведения фестиваля североказахстанцам понравился. На пёс там собралось немало взрослых и детей. Волонтеры всего области. Мы пригласили, конечно, из соседних областей ребят, которые нам помогали. Но, к сожалению, сейчас вот такой период отпусков, поэтому многие не смогли приехать. Но, насколько мы могли, настолько и позвали. Караоке батл. Музыкальный квиз. Для всех участников абсолютно бесплатно. Можно будет подходить, образовываться в команды. Послушать песни, потанцевать, пообщаться с друг с другом, зарядиться хорошим настроением. Всё это подарил североказахстанцам фестиваль «Жастар Пикник». Концерт проходит очень классно. Мне всё нравится. Пришёл поддержать сестру. Мы только приехали, но мы уже, если честно, заряжены максимально позитивными эмоциями. Потому что мы уже увидели и концерт, и фотографа, и очень много ансамблей, которые выступают. Очень классно. Мне очень нравится, что мы можем прийти с детьми, разложиться. Да, вообще, говорю, у меня аж мурашки. Классное мероприятие. Побольше бы таких в нашем городе. Камила Карим, Ширнязыманов, МТРК. Камила Карим. Камила Карим. Камила Карим. Продолжение следует...